Друзья, ну тема Винни-Пуха была бы не до конца раскрыта, если бы мы сегодня не позвали в нашу студию сову. Наш домашний зоопарк получил свое развитие, коровы ручные буквально, мишки сейчас для нас шьются, а вот сова совершенно живая, теплая. Сова открываем, ведь пришел. Доброе утро. Ольга Чернова и ее сова Сипуха по имени Эмбер, правильно? Доброе утро. Доброе утро. Очаровательная просто сова. Можно я сразу же ее, мне Оля сказала, что можно ее поддержать? Давайте знакомиться. Она вот такая вот, она просто, скажите, вы ее так обучили, что она вот не боится? Или они в принципе не все по характеру? Ну она ручная, то есть она выкормлена с двухнедельного возраста. Сколько ей лет? Ей где-то 8 месяцев, она все еще молоденькая. Ой, какая она пушистая. Она очень пушистая и мягкая. Друзья мои, ой, какая смелая и шустрая. Оля рассказала, что она примерно где-то в 5-10 минут раз в 5-10 минут. Да, ходит по своим делам. Поэтому, да, уже на плече. Лучше быть у вас, но она очень классная. Это первая ваша сова, Оля? Нет, это моя вторая сова. Первая сидит дома и спит у себя на балконе специальном оборудованном. А, то есть они вдвоем сейчас? Нет, они не вдвоем. То есть эта сова, она южная, и поэтому она живет с нами в комнате. То есть она выдерживает максимум до нуля, может быть, до минус 5 градусов. Как называется эта поводка? Это амбарная сова, сипуха называется. Амбарная? Амбарная и амбар ее зовут, да? Поэтому и амбар зовут. Ну, это тоже как бы... Или потому что она немножко такого янтарного цвета. Янтарного цвета, да. В принципе, я назвала по книге хроники амбера, плюс янтарь, все в принципе сходится. Поэтому решила назвать вот так. А первую мою сову зовут Оникс. Вы знаете, Оля, я вспомнила историю, которую рассказали мне однажды мои знакомые. Они приехали в какой-то, видимо, зоопарк и увидели там сову. Я не помню, какая была порода точно, но влюбились в нее с первого взгляда и решили ее приобрести. И это был просто ужас, потому что, оказывается, для того, чтобы приобрести сову и содержать ее в домашних условиях, нужно столько всего знать. Нужно специально сооружать для нее различные клетки, да, и не спать по ночам, для того, чтобы вместе с ней совпадать по ритму. Кстати, ваша, она тоже ночной? Да, ночная. Вот я сейчас вот не выспавшись, вся такая, как вам приехала. Практически не ложилась? Потому что для совы бодрствовать ночью это нормально, то есть они более активны ночью. И поэтому, конечно, она прилетала ко мне на кровать, она меня доставала, дергала за волосы, пыталась со мной играться. То есть хозяину тоже нужно, приходится ночью не спать вместе с совой? Да, конечно. У нас вот такой вот образ жизни ночной. Но вы готовы, то есть фактически свою жизнь посвятили сове? Ну, по сути, да. Так и есть. А что в них такого хорошего? Ну, понятно, что животное симпатичное. Обратите внимание, как голову она. Да, да, да. Если честно, не знаю. Ну, вот душа как-то легла к совам, нравится. То есть, на самом деле, очень масса разных минусов. Например, вот то, что хищных птиц нельзя содержать в клетке, ни в коем случае, иначе они просто себе оббивают все крылья, нос и, в общем, травмируют себя. И, в общем, летает она, конечно, по всей комнате, и гакает она, естественно, по всей комнате. Вот об этом мои знакомые тоже рассказали, что они все-таки легли спать, а на утро не узнали свою квартиру. Причем каждые 15 минут, простите, гадит, да, эта птичка? Да, да. А сколько стоит такая сова? Такая стоит, в принципе, не так уж и дорого, там в районе 15-20 тысяч, но очень сложно найти специального врача-орнитолога, который бы лечил вас. И это тоже очень дорого. Находится, то есть в Санкт-Петербурге у нас очень, ну, как бы, мало врачей, и приходится нам, например, ехать в Москву. Вот, то есть очень дорогое лечение специализировано. Она часто болеет, да, или какие-то прививки нужно делать? Нет, мы всегда профилактически раз в три месяца мы всегда ездим, сдаем специальные анализы, делаем рентген, как бы, чтобы птица не заболела, потому что если хищные птицы, да и вообще любые, они, ну, как бы, вы можете прийти в один день, и у вас птица просто лежит на дне клетки, ну, грубо говоря, и вы не знаете, из-за чего. То есть поэтому для того, чтобы предупредить, так сказать, какие-либо заболевания, и чтобы не случалось непредвиденное заболевание. А на чем вы в Москву добираетесь? На поезде? Ну, чаще всего на машине, конечно, потому что на машине удобнее. А, на машине в Москву каждые три месяца. А Андр чувствует эту заботу, что вы посвящаете ей так много времени? Или как-то она отзывчего, может, узнает хозяйку, по крайней мере? На самом деле нет, но она знает, что кормлю ее я, поэтому, когда она хочет есть, она прилетает ко мне и начинает меня доставать. Клевать. Это вот, да, это единственное, что она ко мне проявляет. Поглажу еще разочек. Ну, она фантастически мягкая. Да, она очень классная, у нас просто время, к сожалению, заканчивается, мы еще ее, хе-хе-хе, за пределами эфира потискаем. Ольга Чернова и ее сова-сипуха. Мы поняли, что для того, чтобы иметь дома такую сову, нужно быть очень богатым человеком и не спать по ночам. И любить ездить в Москву. Да. А что она ест? Она ест мышей и цыплят. Кстати, да, это тоже один из минусов. Вам придется каждый день видеть расчлененных мышек, кишки на своих вещах разбросаны и так далее. В общем, на самом деле, очень специфичные. Я, честно говоря, не знаю, стоит ли вот тут вот ее очарование вот этих вот всех минусов, но она действительно очень классная, Оль. Спасибо вам большое. Покажите еще раз голову, можно повернуть? И голова поворачивается практически на 360 градусов в обе стороны. Да, она поворачивается на все 360 практически. Вот, поэтому... Спасибо. Через несколько минут новости в нашем эфире, сразу после вернемся. Спасибо, всего доброго. Спасибо.